здравствуйте глубоко уважаемые любители летных видов спорта мы в данный момент над заповедником экранс находимся в коридоре разрешенном для прохода по этому заповеднику и летим по системе сейчас называют паркур-рояль то есть такой паркур есть у нас обычный он далеко-далеко вот там на озере за озером серпансон а это у нас паркур-рояльника такая линия которая позволяет очень легко проскакивать вот всему этому хребтику который тянется заповеднике экран здесь такой какой-то такой центровой хребет и вот сейчас по этому центровому хребту я хотел бы пройти если у меня получится у нас как обычно безмонтажное видео последнее время я беру последний кроки энергии который мне дает заповедник и линии хребтов буду тоже идти стараясь идти аккуратненько подбирая все возможные вкусности так видите у меня тут пик 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 сейчас носик опускаю разгоняюсь и аккуратненько аккуратненько буду идти с правой стороны облака висят но там кромка ниже сегодня у нас вообще почти безоблачное небо видите почти нигде нет облаков голубые термики эти голубые термики неплохо работают но знаете как мы неплохо набираем сейчас мы не набираем по камере почти не снижаемся дует на данный момент западный ветер вот по этому ущелью горный бриз упирается в стенку парку рояля вот эти вспышечка небольшая видите микрооблачка этот сигнализатор того что есть еще подъем воздуха и даже доходит до уровня конденсации но красота основная вот этот вот парку рояль по нему редко удается вот так пройтись когда он без облаков хорошо работает и хвала тем кто нам разрешает вот здесь именно по этим из коридоры выделены для полета планилистов там по хребту ну что там все заповедник но вот это по вершине вот этих хребтов выделены пространство это волшебно нам позволяет так перемещаться либо мы должны видеть не идти не по этому коридору коридор плюс-минус сейчас облако может нас подтянет все-таки коридор плюс-минус 300 метров относительно вершин свинок но не мы должны идти или по этому коридору либо сейчас попробую встать и набор нету похоже а есть я могу без набора нас постоянно чуть-чуть поднимает принципе пока мне позволяет ситуация буду двигаться только я не знаю как вот эту скалу обходить с какой стороны мы прямо не вновь летим могут слева ветер дует слева поэтому входить и будем слева вообще идеально было бы если бы здесь шли выше вот этой скалы но видите приходится обходить такая красивейшая система очень мне нравятся такие полеты и башенки скорость 120 я лечу не очень быстро облизываю вот эти все соседи людей получу за этой скалу ах ты съем моё как и неудачно не с той стороны обошел ай-яй-яй-яй-яй неправильно друзья поступил надо было с другой стороны но ничего 300 метров я наверное скажем так не нарушил мы продолжаем по парку роялю виды царите стеночка работают у меня к счастью не заживала за той страшной штукой мы двигаемся дальше пик 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 очень мне нравятся такие полеты сейчас может быть мы на большой дедник вылететь сможем если нам по высоте у нас по высоте все будет хорошо продолжаем вот царство снега общее всеобщее если не тает уже никогда на этой высоте на этой тоже видите все это спускается туда в долины очень красиво но у нас красивее всего друзья посмотрите прямо по курсу может быть когда-нибудь это видео соберу задние камеры пока но как я уже сказал без монтажная я не знаю чем это закончится это вот тоже эксперимент как тянет так хорошо вот смотрите я попытаюсь сделать спираль это будет вселенской глупостью ой волчок кто ж тебя просил не надо было делать склон работает иди дальше вот эта жадность друзья жадность это плохо не нужно было этот вираж на вираже мы слили 15 метров вот так вот хотел как лучше ну ладно идем дальше обма вот такие вот пузыри они обманчиво вроде как тянет хорошо но все это предельно узко и как правило не берется уже если по хребту такому идешь стараться по нему и дальше двигаться чуть-чуть я конечно про хрюкал высоты это очень плохо потому что нам сейчас понадобится если я хочу ледник пройти пересечь немножко на другую сторону мне немножечко подымает видите сейчас они делают уже глупость которую делал я конечно могу восьмеркой поработать вот тоже попробовать здесь вообще не место для работы восьмеркой потому что это место нам просто пройти и все нам не разрешать ну не знаю может разрешено конечно здесь летать долго вот вообще выдал должны по идее над этими скалы сверху летать ну ой тут страшно будет страшно и яй а вот он красавец парку рояль посмотрите вот это все вот так вот масштабно снизу вон уже розовый снег и вот за вот этим склоном ледник большой большой глещу я должен пройти так 3600 у меня по идее я могу пройти так чтобы уйти пронырнуть на ту сторону где ледники показать вам ледник и полететь дальше вот кстати хлеба и круга показывает на красивый ледник тоже потрясающей красоты ледник берет солнце на солнце я двигаюсь дальше мне потом план не знаю как я вернусь но я могу поэтому же парку роялю вернуться на честно говоря не хочу лишний раз здесь присутствует вот линия хребта идет от нее как бы нарисовано плюс-минус 300 поэтому понятно что все это условности что по сути на плане листам дали возможность здесь летать чтобы могли не пролететь вот и ничего мы здесь никого мы здесь не пугаем горные козлы от нас пропасть не скачут и так далее видите вечный спор зеленых или зеленых любителей заповедников и мечтать или летать я согласен что допустим самолетом может быть сделать и нечего там жужжание всякая девственная природа вот это вот мое любимое трехскалия друзья все мы пройдем пройдем на леднику ничего так скорость потерял а я 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 как же не так до соточки скорость упала вот эта ошибочка у меня была на радостьях свои трехскалию видел это так у меня все радостно зажужжала что я прям ох да ну что прошли вот видник смотрите то что он хотел показать ради чего все начиналось смотри серёжа тебе награды за хорошее учение глянь какая красота если хорошая да ладно молодец и конь огонь я тобой доволен друзья вот он огромный при огромный ледничища вот я же дабы не хулиганить опять выхожу на линию вот этого крипта по нему прям по леднику вниз и правое крыло показывает на как же водится на хребет на который мы наберем высоту и оттуда будет возможность двигаться в сторону дома уже по другой дороге не через парку рояль один раз я пролетел и хватит противоположном направлении опять же серёжа интересно там будет полетать попарить под облаками вот мы опять вышли на линию хребта тоже опять же здесь дорога наша планерная по ней возвращаемся внизу сброс ледника красивой видите немножечко снег такой же оранжевый затем сейчас красиво озера еще покажу обязательно прет вот нас хорошо прет волшебно очень я доволен погода сегодня начиналась очень сложно были голубые термики все плохо это работало ну вот вид на ледник еще разочек вам смотрите как все это фундаментальные какими горами вот парку рояль сейчас открыт какими горами вы прошли красивейшим образом ух показать вам хотел вот смотрите с левой стороны тоже несколько озер но не стекается вода которая тает на вот эти признают даже уже не ледника что-то желтая такое желтая она почему потому что это африканская ее были такие мощные там сироп или как они там называются вы приходили дожди приносил африканскую пыль естественно дожди здесь проливали снегом все это поливала многократно но здесь видимо так расположено все что может быть какая-то тень аэродинамические или еще что-нибудь здесь видите здесь как выпало много нигде вот такого оранжевого снега не и нету прямо чтоб столько его было давайте немножко в долину пройду зачем долину циркуляцию стану всем покажу еще раз спиральки как это все прекрасно выглядит посмотрите гигей да вот он снег желтый у меня желтый оранжевый и три странных озера очень такого цвета бирюзового но монблан монблан вот там до него километров восемьдесят наверно сколько до дома в 70-90 так но что же на этой оптимистичной ноте я отсюда сейчас выхожу на ребят вернусь и похребну пролечу к облаку которая от которым уже будет серёжа работать а вам за сниму вид проход уже скоростной по скальничку планира летят вот смотрите планирующих здесь вы надо быть очень внимательным серёж будь внимательным здесь очень много может быть народу уже на паркуре то вряд ли столько рояля давайте я сейчас портешку из-за кальнирует Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь черед моего ученика Сергея работать. Ручка уже не моя. Сколько тут метров в секунду? Пять метров в секунду потоп под этим облаком. Вы пришли под него более чем вовремя. Оно прям взорвалось. То есть, когда мы были на парку рояле, вот парку рояль был, вот там вот, это облако так не выглядело. Прекрасно. Сейчас наберем высоту. Протяни, Сереж, сделай меньше скорости чуть-чуть. Пойдем навстречу новым приключениям, друзья. Погода бомба. Контент огонь. Не знаю, куда нам сейчас удастся слетать. Но это был короткий минут на 15 безмонтажный ролик. Показать вам, как из одного красивого места через какой-то кусочек такой яркий. Потому что все говорят, когда длинные залипательные видео, нету экшена. Вот вам экшена кусочек. Вот так бывает экшен. Но честно скажу, экшен такой не постоянно в планерных полетах. Потому что мы, Сереж, ты протянуть должен на солнышко. Следующая спираль, протяжка на солнышко. У нас не всегда экшен. У нас, видите, нужно больше крем, больше накрыть на солнышко, Сереж. Сейчас выпадем, поджует нас в этом облаке, за облаком. И будем мы набирать потом очень медленно и печально. Чем быстрее. Вот ты ориентируешься еще и на планер другой. Ты же понимаешь, что он не дурак. Вот там крутят, там же не дурак сидит в планере с соседнем. Соответственно, вот направление протяжки на солнышко, на ветер. Одновременно ветер дует на западе, западный. И солнце уже на западе. Вот здесь вот будет самая яркая часть этого потока. Вот смотри. Видишь, как хорошо? Ну, не очень хорошо. Ну, все равно. Держи ручку, ладно. может быть ты и прав был друзья я как инструктор признаю над если ошибки попробовал показал как у строго показал что вот тут побудет она не тут попробуй протянуть гачку до сейчас по прямой может быть тот край облака работает лучше как-то у нас облако то столько хорошая насколько у нас потом средненький вошли было хорошо сейчас стало похуже правое крыло показывает на этот вот как раз наш парку рояль по которым мы промчались вот как раз перед крылом там . где мы начинали со стороны подветренной никогда потока не будет солнце и под ветром это сочетание абсолютно безнадежно на солнце и на ветер держи вот сюда протягивает вот и искать все друзья нам нужно искать поток добрать до конца облака и отклониться на встрече новым приключением комментируйте пишите будем вас радовать какими такими же гигей уклад и давал встреч о вот серёжа нашелся оптимистичная нота дорог встреч пока друзья мы набрали почти четыре километра удачной окраине серёжей и решили что почему бы вам все таки не показать еще раз парку рояль в обратном направлении потому что по высоте я думал что мы не наберем столько высоте мы его вполне проходим сейчас красиво пока или попробуем и мы вернемся в ту же точку откуда начали это уже традиционное видео мы вчера снимали такой вариант заповедника верхор по сути замкнутый маршрут ну вот а сейчас будет повторение сюжета давайте такой хороший поток и сделаю крайний литок в нем за одну снигу панораму местности как это выглядит и может быть по 4000 ровно 4000 было ну сейчас я вывалился я думаю мы чуть крайне литочек и перешагнем рубеж 4 километра хорошо подымает как раз нам везет друзья сейчас это облако прям взорвалась буквально бабахнула сейчас самое главное не перебрать потому что это все как фонтан верхушка фонтана рассыпается и ты можешь так не подпрыгнуть немножечко и потом раз вот четыре тысячи 20 20 метров вот еще нас немножко подымает 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 и до не дожидаясь конца я начинаю разгоняться чтобы не сажать минуса переставляя закрылок на третью позицию скорость я буду держать не очень большую километров 150 там хватит и пошли по крипту разматываем эту вот лесенку монблан показался посмотри сереж вершинка вот ну вот глубоковажаемых любителей планерного спорта по центру кадра для приближения делаю вот он вот он англандра друзья о право на два часа на 3 почти на 3 из вершины торчит в италья в италии там и там внутри за посмотрим мы перед видом он все демонты виза итальянская вот крылом тебе показывает за крылом час черта я следил скрипта это плохо главное сейчас высоту не терять видите одновременно и снимать и показывать а вот эта вот вершина самая высокая точка заповедника экран собственно девичок пусть мимо него пройдем на него есть пешеходная тропа сейчас на леднике если удаст позволит разрешение я снимаю в 4к принципе по идее мы должны разглядеть тропу который ведется по леднику и ходят прямо на самую вершину прям вот сюда вот и сидят там свесит ножки мне конечно страшно было бы черт трясет потряхивает нас мне было конечно страшно туда лезть потому что как ты посмотришь как выглядит этот вот сама скала там тропка идет и прямо над речными такими мощными и видно что это все может в любой момент от колодца и она в общем-то откалывалась год год или два года назад погиб один альпинист три альпиниста поднимались один раз бак-бак-бак и упал пропасть выходе ребята хотели спасти сейчас на встречном будет планер достаточно энергично рядышком пройдет вот посмотрите красавчик улетел у нас поток набирать мы не будем по парку роялю пойдем назад потом фиг де бюро и серьезно там попарит он и сейчас немножко попарил на самом деле вот такие проходы они познавательны для ученика но бесполезны в стиле техники потому что пилотирует пневмон пилотирую я серёж ну ты доволен вообще расскажи на секунду даже не очень радость да он вчера сказал что это один из лучших дней в его жизни был да смотрите какая для инструктора радость ой когда так говорит курсант так я сейчас концентрируюсь мне нужно удачно пройти по хребту и перепрыгнуть на солнечную сторону и дальше по парку роялю в обратную сторону двигаться ну какие-то минуса я активно собираю стрелка лежала на минус 5 конечно мне не нравится мы сделать то я сделали капу хорошо когда вы сюда шли серёжа будет внимательно встречные могут быть когда мы сюда шли помните будет рисковые и на них еще скорость потерял вот сейчас мы мимо не тоже пройдем тропа посмотрите вот она подходит под ножью хребта серёж присмотри потратить труда творите идет тропа по склону поставить вот по всему этому ходят люди и главное что они этого не боятся я бы извиняюсь обкакался вот такому и вот она до тропа видно прям до вершины тропа идет я до вершины дойти не могу а тропа идет да вот они сидят ножки свесит смельчаки смелые люди вот смотрите наши три вершинки вот и сейчас мимо не пролетаю о как и красота парку рояль вот он идет дальше по парку роялю разматываем всю нашу красоту в обратную сторону нас придерживает все это работает как хорошо видите я прям еду набирать я не буду опять же лишний раз не застревать в заповеднике все красиво работает можем промчаться опять же вам будет быстрее виску луле югей югей какой не скотняк за потоком ух тыс приходится но запускать а когда пускай что он ведь какие скалы проносятся рядом ну что следуя насчет цель вот этот вот крепчик вершинка вот это вот сейчас мы больше идем чем сли в прошлый раз нужно быть повеселее я держу запас по скорости очень красивое место вот там там такие безумные водопады но там нет специального прохода не паркур жаряет поэтому туда не полетим официальный проход вот вот ну скажем так над этими скалами или рядом с этими скалами сейчас мы максимально будем прижиматься к этому скалам максимально оп оп даже мне страшно честно вам скажу не знаю как он тот там говорит я сидя на диване вживаюсь в диван но я в диван не вжимаюсь друзья я вжимаюсь кресло но в общем-то рука у меня не дрожит но восторг у меня яркий присутствует все и вот дальше мы существенно выше помните мы шли были ниже эти всех при топ-то по чуть-чуть поднимала сейчас полная свобода офигенно вот такой вот ой ой покачивает меня такой красавец парку рояль я сейчас увеличу скорость потому что мне уже как таковая высота не нужно мы слетаем до перевала паршаваль который тоже является у нас таким очень удобным даже у нас как то есть видео прохода через этот перевал паршаваль вот с правой стороны а сейчас я вам покажу кстати все эти водопады мы как раз удачно идем по парку роялю и водопадники откроются здесь я гулял мы здесь были в августе месяце я очень хочу сделать фильм вот у вас центре кадра красивейшее место заповедника экран с это можно гулять есть приют у нас приют не пустили потому что мы пришли слишком ну мы пришли вовремя даже была комната у нас не было денег я который всегда ходят с наличными ненавидит карточки каким-то образом умудрился в магазине спортивном потратить все наличные и нас не пустили вот на вот этом вот выступе находится приют там можно переночевать а вот здесь находится красивейшие озера я обязательно сделаю видео про наше путешествие и планер по паркуру и роялю идет со своими планер покажу смотрите вот планер ползет смотрите вот он также вот вы были примерно также низко некоторые говорят они как же вы низко летаете вот так вот мы летаем да так вот самое красивое место для путешествия то вот здесь вот 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 эти плата мы поднимались сыном максу было три годика всего поднимались там на красивейшие озера по ним гуляли там в август месяце растет черника божественно просто планер видите как улюканит этот планер он нифига не в парку рояле сейчас вот змей ладно вот с этого ледника текут потрясающий потрясающий красоты водопады я вам категорически советую то есть вот если вы здесь будете вот первое путешествие куда надо сходить но смотрите кстати мы можем давай туда слетаем а мы туда слетаем друзья мы с паркура рояля посмотрите видите у нас под нами какая высота уже тысяча метров под нами мы просто прыгнули с парку рояля сюда и абсолютно легально здесь сейчас находимся давайте подлетим раз пошла такая пьянка режь последний огурец space но здесь 1000 метров как это по-английски one house and meters above the ground поэтому мы можем здесь мы совершенно нормально здесь на данный момент летим у нас высоты хватает вернуться домой я наверно покажу всю эту красоту раз так получилось да очень тает медленно снег и поэтому водопады в привычных местах они отсутствуют вот кстати вот нашел я наш приют вот он вот этот приют где мы были смотрите в центре кадра нас туда да сейчас я вам озеро покажу серёж встань циркуляцию продолжай вот так и раз друзья сейчас я постараюсь вам озеро показать где но прекрасно и красиво и вся за вернем так я сейчас взял ручку я тебе задам курс вот таким курсом вот на этом плата озера это озеро тени что ли где-то вот здесь вот озера водопады у ледника водопады вот они вот здесь все летом все в красивейших водопадах дорога потрясающей красоты ох плохо все видно к сожалению так и гостиницы она внизу сейчас и попробую на гостинице вам сконцентрироваться а вот есть нашел я озеро друзья просто с первого раза не увидел серёж вот таким курсом по такой плавно плавно и дуге как как сейчас хорошо давай только очень плавно я буду увеличение делать вот она озеро днем я купался друзья это мой взгляд потрясающий она под нами поэтому она отсвечивает поэтому его не видно началось ну вот но ничего forgive ni вы друзья сейчас крылом покажу где мы лечевали вот находится дом вот здесь видите по крылом акvellула и вот это здесь тропа 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 вот здесь вот перед кром стояла палатка потому что нас перепустили приют вот в этот вот он этот приют вредный молотом приют вот он на дне долины отель можно пожить вот это озеро вот центр кадра попробую велички все отражается это озеро вот хорошо видно я в нем тоже купался ура я все показал друзья меняю увеличение прошу прощения за качество видео это телефон серёжа нам надо линять по центру долины все мы по центру долины идем в сторону дома скорость 160 разгоняйся и могли вернуться парку рояля вот с левой стороны точка где мы примерно дай-ка ручку вот там была . на парку рояле откуда вы начинали свое видео но ведь я немножечко его затянул я надеюсь вы не в обиде получилось-то фундаментальненько и вы теперь немножко представляете все наши красоты вот здесь вот мы можем летать только тысячи метров ван каузен гитис а баб за граунд вот погнали по центру долины и скоро вот заповедь не кончится я тебя до управления и вот там вот на крипте мы возьмем поток наберем побольше и понедим домой и друзья вот так получилось все-таки монтажное видео она будет из двух частей вслепленных все-таки а два два раза снимал ну засунув программу я думаю это зато вот дух передает наших приключений и вот этой красоты которая присутствует вокруг пишите понравилось вам или нет до новых встреч и гигей приветом из заповедника экран вот он как красив красиво мимо против проплывает это просто праздник какой-то это вот это один раз увидеть и прям хрюкнуть да серёжа ты счастлив ну ладно летим домой вот так мы снизились до высоты две тысячи с половиной тысячи метров мы приходим сзади остался нас заповедник экранс и место где мы там летали вот посмотрите крыло показывает вот там и были там парку рояль а мы же палочка-выручалочка вот эта горочка она очень удачная потому что здесь как правило можно выбраться по вот этим скалам когда ты проходишь центром ущелья высоты немного и вот елозе по вот этим зеленым замшел на скала можно потихонечку медленно но уверенно набрать высоту для возврата домой потому что сейчас высоты нам вернуться домой не хватает но мы сделаем так чтобы ее хватило это не просто здесь работать пройдем немножечко и туда посмотрим где-то получше скалы острые ну и достаточно воздух здесь такой долины приходит не очень такой желающий подниматься вверх скалы прогретые толкают этот воздух вверх он не очень хочет все это закипает такими как кипятке турбулентностями здесь везде трясет всегда место я это с одной стороны люблю здесь можно выбраться то есть она реально спасает другой стороны работа каждый раз в этом месте это некоторого рода в плечи так что вот этого нам предстоит хапнуть после того как мы показали красоту экран за вам но мы же этого не боимся а сережа когда бери ручку гуляя вдоль склон а будешь медленно но уверенно набирать высоту главное что мы выбрались друзья видите все хорошо мы показали и красоту и сейчас мы сережа будет работать на ближайшие минут 10-15 все классно пишите как вам понравилось до новых встреч позитивных и самых красивых мест планеты земля на гигей